Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Производители яиц в Кировской области вычеркнули из списка получателей бюджетной помощи. Об этом заявил глава региона Александр Соколов во время еженедельного совещания в областном правительстве. Объем поддержки сельского хозяйства отстанется прежним, но средства будут распределены, отметил глава региона. Соколов рассказал, что в Кировской области в 2023 году были сохранены все предприятия, производящие яйца, в отличие от фабрик некоторых соседних регионов, где они перестали работать из-за птичьего гриппа. Когда часть предприятий оказалась закрытыми, другие этим воспользовались и повысили цены. «Это недобросовестная конкуренция. В связи с этим из списка получателей поддержки мы, производители яиц, вычеркиваем. Они получили сверхприбыли, пусть на это и живут», – заявил глава региона. В 2024 году в Кировской области планируют поддерживать пушное звероводство и уделить внимание тем, кто разводит вятскую породу лошадей. Также важно развивать малые формы хозяйствования, например, по производству овощей, отметил Соколов. Индекс промпроизводства в Кировской области выше, чем по стране. Сейчас индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях в нашем регионе – 108,7%, тогда как средний показатель по России – 107,5%. Также в регионе в 2023 году вырос валовый региональный продукт. Он составил 581 миллиард рублей. В этом году регион собирается достигнуть планки в 613 миллиардов. Это, выразил уверенность губернатор, повлечет за собой налоги, рост зарплаты и благосостояние людей. В эфире «Экономика». На 1 миллиард рублей выросли доходы от леса в Кировской области. Цифру озвучил губернатор Александр Соколов. Речь о деньгах, которые регион получил в виде налогов от заготовки и переработки древесины в 2023 году. Соколов отметил, что в Кировской области активно передаются лесные участки в аренду и крупным и малым предприятиям. Предоставлено 23 участка с объемом заготовки 162 тысячи кубометров в год. Работа будет продолжена. Есть готовые к аренде участки в 200 тысяч кубов заготовки в год. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.